Слово «донор» произошло от латинского «дона», что в переводе означает «дарю». С каждой издачей крови эти благородные люди дарят новую жизнь. 14 июня во всем мире отмечается День Донора. Переоценить их вклад в систему здравоохранения сложно. Ежедневно в Ивановский центр переливания крови приходит около 70 человек. Многие делают это регулярно. Сдача крови – это безвозмездная акция. И отдаешь частичку себя, которую нельзя восполнить какими лекарствами. То есть именно кровь идет на все препараты, компоненты, которые необходимы для выжимаемости людей после разных ДТП и других происшествий. Каждое утро в приемном отделении очередь из добровольцев. За сдачу крови здесь платят около 500 рублей. Однако деньги волнуют доноров в последнюю очередь. Главное – внести скромный вклад в общественно полезное дело. Если у гражданина нет никаких противопоказаний, специалисты центра рекомендуют несколько раз в год давать кровь. Это как минимум способствует омоложению организма. В наше время, когда еще не нашли заменители крови, а кровь и компоненты крови, они были, есть, я думаю, и будут и дальше. Хотя есть разработки по заменителям крови, но они пока еще не в практике, ими не пользуются. Вот я думаю, будут пользоваться. И доноры будут всегда. В центре уверяют, что в последнее время недостатка донорской крови не ощущают. В год здесь заготавливают порядка 25 тонн плазмы для лечебных учреждений региона. Впрочем, если взрослое поколение понимает важность донаций, то молодежи еще предстоит привить культуру сдачи крови. С 1 февраля стать донором стало еще проще. На портале госуслуг в Центр Переливания можно записаться через электронную регистратуру. По числу почетных доноров Ивановская область занимает первое место в рейтинге регионов. Дефицита препаратов крови, к счастью, нет. Однако далеко не все знают, как стать донором. Котей есть требования, ограничения и, конечно, преференции. Расскажите, пожалуйста, куда-нибудь задавали кровь? Да. Да, расскажите поподробнее об этом. Как, ну, про свой опыт, как это было? Это было очень спонтанно. Мы увидели то, что мужчине требуется кровь, у него какое-то заболевание было, ему нужно было гемоглобин, что ли, повысить или еще что-то. И вот я просто увидела и пошла сдавать кровь. Все, без всяких раздумий, вообще просто быстро на следующий день решила и пошла. Мне нужна была первая положительная кровь, у меня как раз первая, ну, группа крови. И у меня как раз такая, и я решила помочь. И один раз, когда я пришел, мне сказали, что плазму у тебя брать не будем, потому что там по показателям ты не проходишь. Дали бумажку с диетой, и вот прежде чем туда идти, надо сдавать вот такую штуку, соблюдать диету определенную. А так, конечно, полезно, кровь нужна постоянно, все время. К сожалению, нет, так как у меня миопия в высокой степени, и это является противопоказанием. Но, безусловно, важно. Но, к сожалению, это недоступно для определенной категории людей. Но это полезно, если кто-то это делает по зову сердца, то это заслуживает только благодарности и признания. У меня печальный опыт, на самом деле, был, потому что я сдал кровь и взял сознание. Ну вот, я кровь сдаю, у меня, видимо, давление пониженное. Мне объяснили то, что это часто бывает, в принципе. И многие люди, которые хотят проявлять желание сдавать кровь, они просто, ну, физически не могут это делать, как я. Под жесткие требования для сдачи компонентов крови подходят не все. Одного желания помочь людям мало, нужно еще крепкое здоровье. Сдать соответствующие анализы и проверить профпригодность можно в областном центре переливания крови. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.